Тот факт, что мы не замечаем слепое пятно в обычной жизни, говорит о том, что мозг ретуширует для нас это место, домысливое недостающее. Поскольку оно находится на периферии, то основное внимание у нас всегда сосредоточено в другой области, и ретушь проходит для нас незаметно. На практике это выглядит так. В ямке, а это очень небольшая зона на поверхности сетчатки, наблюдается высокая концентрация колбочек. Дальше от ямки их число резко падает, хотя и сохраняется в небольших количествах. В слепом пятне нет вообще никаких рецепторов, на то оно и слепое. По мере уменьшения количества колбочек растет количество палочек, но к совсем периферийным областям сетчатки оно тоже падает. На диаграмме видно, что концентрация палочек выше в той зоне, которая отвечает за внешнюю область зрительной зоны. Для левого глаза слева, для правого глаза справа. Учитываем, что изображение на сетчатке перевернуто. Еще одно любопытное архитектурное решение – это неполная независимость отдельных рецепторов. В ямке рецепторы имеют персональные каналы в мозг, а на периферии несколько рецепторов могут находиться на одном канале. Все это сказывается на детализации получаемого мозгом изображения. Что это значит в практическом смысле? Человек по своей природе хищник. Глаза имеют фронтальное расположение, чтобы гоняться за добычей. Зрение ориентировано на концентрацию в небольшой угловой зоне. Остальное зрение периферийное, имеет существенно более низкую детализацию. Хотя не стоит его недооценивать, просто нужно правильно использовать. Например, в интерфейсах программ или приборов. Почему колбочки, отвечающие за дневное зрение, расположены близко к оптической оси, а палочки, ответственные за сумеречное, имеющие высокую чувствительность, на периферии? Человек исторически вел дневной образ жизни, пока не обуздал электричество. Но это случилось относительно недавно. Стало быть, и охотился он днем, а ночью нужно смотреть в оба, чтобы видеть тех, кто охотится на тебя. То есть, периферийное зрение нужно, чтобы заметить происходящее, вне зависимости от условий освещения. Там цвет не так важен. В обычное время действует дневное зрение, обеспечивающее в точке, куда направлен взгляд, высокую детализацию и хорошую цветопередачу. Продолжение следует...